Ты такой молодец, мы все пользуемся твоей соцсетью и твоим мессенджером. Не пора ли домой, а то чувство не принимает тебя чужая земля. Ага, дома соцсети отжали, давайте ещё мессенджер. У тебя всё равно его отожмут, так лучше пусть свои. Не отожмём, но запретим, если не дашь ключи шифрования. Или тебя в детстве не учили, что с ФСБ надо дружить. Надо, а то всякие злые персонажи твой мессенджер используют и злые дела устраивают. Чё молчишь, скажи хоть слово. Ну так они слова тоже используют, поэтому их надо запретить. Заблокируй-ка его, может так станет заговорчивей. Охотно, меня хлебом не корми, дай чё-нибудь заблокировать. Походу блокировка пошла не по плану, раз надо мной только ленивый не смеётся. Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал и угнал у всех из-под носа телегу. Пираты Карибского моря, в субботу в 21.00. Разблокируй, повоевали и хватит. Знак признания поражения или потому что ключи всё-таки передал? Неважно, просто разблокируй. А как я его разблокирую, если заблокировать не смог? Правильнее сказать, оставь как есть. И госструкторы в знак признания поражения начали каналы в телеге создавать, чё-то слабо верится. Сколько лет тебя призывали к модерации своего легального Даркнета, и ты никак не реагировал, так что получай клеймо соучастника. Вот вам и демократия со свободой слова. А ещё есть понятие злоупотребления демократией. Но сам виноват, если бы вернул стену, ничего бы этого не было. Надо бы переписки почистить, а то раз его за Фаберже взяли, значит ключи он Франции отдаст. Чёртовы лицемеры, как насчёт Тойоту арестовать, на чьих пикапах злые персонажи с пулемётами разъезжают? Хорошо сказал, только почему в твою сторону эти аргументы не работали?